В Магадане спустя многие десятилетия возобновилось строительство многих социальных объектов. Некоторые из них подрядчикам необходимо закончить в этом году. И сегодня мэр города Юрий Гришан посетил 4 таких объекта, чтобы лично проверить, на каком этапе они находятся и есть ли какие-то проблемы, способные помешать успешной сдаче в срок. Самым масштабным проектом по благоустройству, который посетил градоначальник, является парк Дюкча в устье реки Дукчи. Подрядчик компании Комтранс очень активно работает по подготовке, ну, началу уже благостроительных работ и нарезке пространств, которые здесь есть. Я думаю, что через неделю уже будет вертикальная планировка закончена. Они подвозят бордюр, начнется разбивочный план, начнутся уже озеленительные работы. Далее они заказывают все малые формы, строения, качели, этнические всякие предметы, быта здесь и так далее. Ну, задачу мы ставим такую, чтобы они до конца года объект сделали. По словам главы города, губернатор Сергей Носов также финансово помогает строительству будущего парка Дюкча. Следующим местом, которое посетил мэр города, была улица Кожзаводская. Здесь на протяжении 10 лет люди, живущие в этом районе, обращались к администрации города с просьбой отремонтировать дорогу, потому что она находилась в очень плохом состоянии. К слову, это один из самых больших частных секторов в Магадане. И здесь живут много детей, которым нужно добираться в школу на автобусе. Но из-за плохого качества дороги транспорт просто не мог проехать и обеспечить полную безопасность. В этом году мы изыскали возможность все-таки решить эту старую такую проблему и сделать эту часть города в том числе благоустроенной с нормальными подъездными путями. Кстати говоря, там внизу стоит мост пешеходный, до него всего 450 метров. И когда-то там был автомобильный мост, который связывал веселую, новую, старую с этим магаданским шоссе через улицу Пригородную. Я думаю, что доживем мы до тех времен, что пешеходный мост будет отдельно, а автомобильный все-таки будет отдельно. Более того, парк «Маяк», который сдали еще в 2019 году, был только частью большого проекта. И после визита в Магадан премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году город получил дополнительные средства на благоустройство заброшенной части рядом с парком. Здесь планируют построить большую автопарковку, смотровую и спортивную площадку, а также аллеи, где можно будет пройтись и насладиться прекрасными пейзажами. Задача поставлена. У нас нет другого пути, как сдать в октябре месяце и вторую очередь парка «Маяк». И дальше мы ждем третью. Это соединение второй очереди парка «Маяк» с пирсом, с видовой площадкой. И далее строительство центра «Премьер». И вообще вся эта территория станет визитной карточкой города Магадана. Конечно, нельзя было пропустить большие дорожные работы по улице Якутская. Эта улица является одной из самых напряженных, потому что из-за морского рыбного порта и нефтебазы с Марчиканского шоссе идет большой поток транспорта. И, к сожалению, дорога была полностью разбита, поэтому простой ямочный ремонт не исправил бы ситуацию в лучшую сторону. Но благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был разработан план по ремонту этого участка. Цена контракта составила около 35 миллионов рублей. А подрядная организация, которая давно работает на федеральной дороге, но впервые вышла на город, уже показала себя с хорошей стороны. Они все выполняют, четко следуя плану и совсем не отстают от графика. Все отсинхронизировано с Магадан теплосетью, потому что мы по дорогам, которые строим, даже с опережением делаем ремонт сетей с тем, чтобы потом разрытий никаких не было. Вот Магадан теплосеть, подрядчик тепломонтаж тоже в графике работает. 15 июля будет сдана эта сеть, и уже тогда не только тротуары, но и дорогу будет инькинская компания дорожная асфальтировать, и в срок будет сдан этот объект. В этом я не сомневаюсь, здесь идет все хорошо.